Я тоже птенец из гнезда головы, за что ему очень сильно благодарен. Такой хороший толчок получить это благословение. Ну, вначале о причинах. Вот вы видите здесь впалую грудину, сутулось, плечи вперед, шеи вперед. И что? Эпигастрия ямка, область пупкая ниже, холмик. Это классическая картина опущения внутренних органов. Из причин я бы поставил на первое место психосоматическую. Я это рассматриваю как рефлекс защиты. Дальше объясню, почему. Все остальное, беременность и роды, без ношения бандажа после этого первые месяцы, операции внизу живота спайки, дотренированность гиподинамии, поднятие тяжести, это все уже лирика, это все уже очень, скажем так, меньший процент причин. Пошли дальше. Начнем с раздражимости. Вот мы видим амебу, которая попала в солевой раствор, и она переходит в режим защиты. Как написал в своей книге Брюс Липтон «Биология веры», что клетка живая существует в двух состояниях. Либо в развитии, либо в защите. Эти два состояния, они диаметрально противоположны, нельзя существовать посередине. То есть, либо клетка ищет реал обитания, питается и прочее, либо она уходит в глухую оборону. Различия колоссальные, не только внешние, но еще и внутренние. Разная биохимия, разные способы дыхания, все разное. Можно представить, как, допустим, древний город, на него напал неприятель, и люди не сеют, не пашут, не собирают урожай, прячутся за стены города под защиту и начинают проедать свои запасы. Вот это примерно то, что происходит в клетке, которая уходит в глухую оборону. Гидра — это уже многоклеточный организм. При раздражении иголочкой или любым химическим раздражителем ровно то же самое. Сжатие, уход в защиту. Мы видим броненосцы, которые, то есть это уже молекопитающие, которые сходным образом защищают самое незащищенное, это переднюю стенку живота. И ежики, соответственно, они научились так выживать. И ежу не страшен никто, ни медведь, ни волк в таком состоянии. Соответственно, броненосцы тоже. У собак, у всех одинаковая реакция на опасность. Это поджатый хвостик, поджатый таз, опущенная грудина и закрытый живот. Поза покорности, защиты. Кошки, пожалуйста, то же самое. Люди, то же самое. Не знаю, кто проводил такие бесчеловеческие эксперименты, я ношу это в сети. Все то же самое. Это сжатие живота. Это спазм диафрагмы. Это выдох, спазм диафрагмы и скованное тело. Что получается, если человек привыкает находиться в таком положении? Если его вся психика направлена на защиту, происходит спазм. Здесь диафрагма не обозначена, но я покажу. Она должна быть куполом, но она становится сокращенной и плоской. Соответственно, она выдавливает органы вниз. Напрягаются связки перикарды и происходит втягивание грудины вовнутрь. И органам живота надо куда-то деваться, они смещаются вниз и выдавливают переднюю брюшную стенку. И, соответственно, поясничная мышца тоже входит в состояние спазма. То есть все органы вместе с печенью, с почками, с желудками, с кишечником, все выдавливается вниз. Человек живет, ничего. Я говорю, что я живу, я нормальный. Но на самом деле мы видим, что у него сутулость, у него все изгибы позвоночника усилены, у него развернут таз. Какие причины такого диафрагмального спазма? Травма головы и шеи в родах. Смещенный атлант. Гипоксия, асфиксия в родах. Значит, напряжение мозговых оболочек. Хлыстовая травма. Аварии, ДТП и прочее. Падение. Травма крестца и копчика. Человек упал, допустим, на это дело. Околосмертный опыт в анамнезе. Человек мог тонуть, нахлебаться воды и испытывать очень сильный страх смерти. И он закрепляется в подсознании, в памяти. Сильный испуг, шоковые состояния в жизни. И очень важный аспект – это нездоровая психологическая атмосфера в семье, когда человек был ребенком. На его глазах происходили скандалы, ругань, уход, разводы родителей и прочее. Или очень жесткий прессинг со стороны родителей. Тогда мы видим вот такое тело. Я его называю закрытое тело. Человек закрылся, ушел в себя. То есть фактически тут не клетка, все тело перешло в глухую оборону. Человек по-другому дышит. Человек по-другому ждет мир. Он по-другому воспринимает. Он по-другому реагирует на вещи. Событие может быть одно и то же, но два человека на него отреагируют по-разному. Тот, кто в тревожности, вот здесь, он реагирует на него, конечно, отрицательно. Если человек более расслаблен, у него нет шокирующего опыта, он будет реагировать поспокойнее. Поясничная мышца настолько глубоко вовлечена в основные физические и эмоциональные реакции, что, будучи хронически напряженной, она постоянно подает нашему телу сигнал о том, что вам грозит опасность, истощая надпочечники адреналиновой железы и вызывая перегрузку иммунной системы. То есть сначала надпочечники дают много адреналина, потом происходит их торможение и истощение. И мы здесь должны рассматривать диафрагму и поясничную мышцу как одну целую мышцу. Посмотрите на этом рисунке. Она реагирует одновременно. Если мы видим спазм диафрагмы, мы обязательно ожидаем спазм надпсосов. И наоборот. И вот так псос, прикрепляясь к поясничным позвонкам, вытягивает их вперед, что приводит к чрезмерной перегрузке дисков и их разрушению. Если она постоянно сокращается вследствие стресса или напряжения, она начинает укорачиваться, создает предпосылки для болезненных состояний. Боли в пояснице, крестцово-подвздошной области, ишиаз, проблемы с позвоночными дисками, спондилез, сколиоз, дегенерация тазобедренных суставов, боли в коленях, болезненные менструации, бесплодие, проблемы с пищеварением. Это все псос. В йоге ее называют мышцы души. И расслабить псос — это святая задача мануального терапевта. И я в последнее время очень много уделяю внимания сначала приведению в порядок мышц, окружающих брюшную полость. Если это не сделать, очень трудно работать с органами. Хотя бы потому, что площадь контакта печени и диафрагмы очень большая. Если диафрагма заблокирована, она также блокирует и печень. Фактически здоровая диафрагма расслабленная делает широкие экскурсионные движения во время дыхания сколько раз в день? 20 тысяч. Это массаж печени фактически. И если это все зажато и опущено, печень не получает то, что должна получать по праву. И немножко о клинике. Опущение через почки. На примере почек. Первая степень. Почка опускается и давит на 12-межреберный нерв. Поза человека такого вот. Это поза паука. Похожа на плевральные проблемы. То есть человек трудно кашлять, у него возникает застой в легких, он обследует легкий рентген, ничего не показывает. И он все время держится за нижние ребра. И эта боль иродирует в направлении пупка. Вторая степень. Почка опускается еще ниже и начинает раздражать бедренно-половой нерв и латеральный кожный нерв бедра. Пациент жалуется на гиперчувствительность кожи или боли внизу живота. Может иродировать на область паха, тазобедренный сустав или латеральная поверхность бедер. Гиперэстезия может позже перейти в онемение кожи. Результаты традиционных медицинских исследований обычно отрицательны. И пациенты могут отнести к разряду ипохондриков. То есть человек, который придумывает все болезни. Ипохондрия – это психиатрическое нарушение. Происходит наружная ротация почки. Напряжение сосудов почки при этом создает мышечный спазм, а также приводит к стрессу и скручиванию мочеточника, который часто проявляется в виде абдоминального напряжения, возникающего через 15 минут после потребления жидкости. Также может приводить к образованию камней в почках. То есть мы видим, что тазобедренные суставы поражаются в животе просто тем, что почка придавила тот нерв, который идет для иннервации этой области. Дальше. Третья степень. Почка приобретает положение подвыгиха и утрачивает непрерывность связи с печенью и диафрагмой. Начинает раздражать уже бедренный нерв. Пациент испытывает боль вследствие воспаления капсулы коленного сустава, который усиливается при согнутом колене. Поэтому пациент плохо переносит позы, стоя на коленях. Ему трудно присаживаться на корточке. Жалобы на боль в колене могут не поддерживаться наличием травмы колена в анамнезе. Рентгенограмма сустава не выявляет патологии. Ошибочно может быть поставлен диагноз артроза, артрита. Колен и сустав тоже поражаются в животе. Боль в колене приводит к спазму поясничной мышцы, что приводит к ногу в положение наружной ротации с изменением оси. Это приводит к перегрузкам и травматизации в области голеностопного сустава и стопы. Пациент может страдать повторяющимися растяжениями голеностопа. Когда компенсация возможности стоп истощается, травмируются коленные суставы, что приводит уже к растяжениям и разрывам связок и менистских суставов. А это уже практически невосстановимое поражение. То есть за просто так и за опущенные почки можно потерять связки колена, менист и прочее. И мы видим, если не заниматься лечением этих патологий, то постепенно происходит дегенерация позвоночника. Человек постепенно его жизнь сгибает, сгибает, сгибает. И пока мы получаем вот такой очень привычный вид женщины-человека. Типичная походка людей это невозможность вывести таз под вертикаль опоры. Человек не может стоять ровно. Ухо, плечо, тазобедренный голеностоп. Он ходит вот так, заблокированный тазом и немножко в наклоне. Это сокращенный ПСОС не дает возможность распрямиться в тазу. А теперь, что делать? Кто-то спрашивал, вы говорите, что, а скажите, что делать? Самое главное – психотерапия. Мы должны разрушить конфликт, мы должны вывести человека из стресса, привести к его пониманию иллюзорности, собственных страхов и найти решение в тех ситуациях, в которых он решение не смог найти самостоятельно. Как вы это сделаете? Ну, кто во что гораст. Гипоксия, даже просто поговорить за проблему, оно даст уже хороший результат. Самая главная причина шоковых и конфликтных состояний – это отсутствие поддержки. Человек остается один на один с проблемой. Когда пациент плюс доктор, он уже не один. Если можно поговорить с доктором, это может разрушить шок внутри человека. коррекция диафрагмы. Мы ее должны просто растянуть. Но, вернусь назад, если мы не сделали первичную работу, вот эту психотерапевтическую, если мы вектор внутри человека не развернули с защиты на развитие, любая другая коррекция не будет эффективной. Причина здесь. Сначала душу, а потом тело лечим. Когда мы работаем с диафрагмой и с мышцами вообще, мы должны ждать вот эти пять стадий принятия неизбежного, которые мы знаем из психологии, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Мы должны всех их наблюдать, пока работаем с мышцами. То есть сначала диафрагма сопротивляется, борется с вами, потом устает, колеблется. Мы должны дождаться ее капитуляции. Обычно на мышцах это не более полутора-двух минут. Просто нужно ждать. Человек должен успокоиться, потом капитулировать. Корректируем диафрагму в прямой технике вот таким образом, двуручным методом, в положении сидя, пожалуйста, и учим пациента делать вот это. Он сам себе должен ее растягивать на выдохе. Это уже домашнее задание надо давать. Постановка банок на пояс диафрагмы. Тех же пять стадий. Первая реакция – боль, ой-ой-ой, потом потихонечку успокаивается, и на пятой стадии он храпит, спит, и очень глубокий сон. Расслабление. Нужно дождаться расслабления. Теперь мы поднимаем почки. Пока у нас не подняты диафрагмы, мы не можем поднять почку. Она просто упирается в печень правая, а та дальше все, и дальше она не пойдет. Та также и левая. После того, как мы подняли потолок, мы можем работать с почками. Тут тоже, как умеете. Но надо понять, что как бы доктор не поднял почку на место, он не в состоянии там ее удержать, когда человек встанет и пойдет. Поэтому нужно восстанавливать мышечный тонус низа живота. Это упражнение вакуум или у Диана Банха. Обратите внимание, что вот она пресс, который люди называют прессом. Те самые кубики, которые люди накачивают. Они почки не держат. Вот эти слои. Поперечные и косые мышцы живота. Они держат почки. Их надо накачивать. Их надо удерживать. И вот это должно занимать, вот это упражнение должно занимать все свободное время пациента с висцераптозом. Втягивание, удержание до усталости, до изнеможения. Нужно сначала эти мышцы разбудить, а потом уже укрепить. Все, я сейчас покажу. Дыхание животом. Обучаем дальше. Качели и ловицына. Перевернутые позы. Вот что происходит при перевернутой позе. У нас освобождается таз и убираются нижние фиксации. Также дома условия такие. И восстановление нейромышечного равновесия, то есть реэдукация мышц. Это упражнение «ласточка», это йогические разные вот эти вещи, йога-колесо и разные варианты растягивания поясничной мышцы. Нужно перестроить мышечный тонус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова